Если можно, я сегодня буду обращаться не к вам, а в камеру. В камеру, потому что я хочу, чтобы сегодня было общение с Таней. И хочу сказать, какие-то слова, никаких, я даже знаю, что я скажу. Вы знаете, мы привели к тому, что авторская песня, это, ну, как бы, такая, это медаль, у которой, естественно, две стороны. Одна сторона – это мы, те, кто пишет песни. Вторая сторона – это вы, те, кто ее любит, слушает, поет, и одно без другого не существует. Мы всегда забываем, что есть еще у любой медали, у любой монеты, есть ребро. Вот тут есть кто-то из нумизматов, есть хоть один нумизмат? Нет. Ну, давайте, я вам сейчас напомню. Дело в том, что у нумизматов сторона лицевая называется аверс, правильно. Кто сказал? Сторона, как бы, задняя называется аверс. Уже больше. Вот здесь, а кто-то знает, как называется ребро у монеты? Оно называется бурт. Бурт. Вот если продолжить это сравнение этого жадра с монетой, я вам сказал, кто из нас лицевая сторона, кто из нас, как бы, другая, противоположная. А вот бурт – это очень тонкая прослойка людей, которые уже полвека берут и соединяют лицевую сторону и заднюю. Их, как бы, их не замечают особенно, но без них не было бы этого мостика. Вот, Танечка, ты бурт. Вот я бурт. А, не бурт, гурт. Я бурт, а ты гурт. И спасибо тебе и тем, кто из вас, наверное, кто постарше, помнит эти имена других гуртов. Я первый, кто произносит это слово, поэтому это Олег Чубаченко, это Игорь Гаримов, это Ира Алексеева, это Аркадий Гербовицкий, это Таня Маталина. Это люди, без которых бы не было всего того невидимого, но безумно трудного деятельного промежутка между песней и зрителем, которые они заполняли собой. Вот, вот хочу сказать огромное спасибо. Я жалею, что я не родился в 50-е, потому что, может быть, тогда и не было бы слова «барт», а было бы слово «вот». Вот нас бы звали бы «аверсы», вас бы звали бы «реверсы», а их бы звали бы «гурты». Вот так бы все и сложилось. Ну, сложилось, как сложилось. Я спою сегодня две песенки. Одна из них, она просто напрашивается. Сегодня самое потрясающее бабе лето за 50 лет. Об этом уже сказать по температуре. Но у меня есть песня, которая так и называется. Бабе лето. Сейчас. Ну, как есть. Приборошен, да. Приборошен первый просень. Снова я иду по осени. Надо мной небесной просенье синий березан. От палитры твоей радужной набегает. Ну, наш слезы на глаза. Слезы на глаза. Что же это со мной? Эй, так бабье началось. Лето, бабье, расцвело. Лето желтым цветом. В этой желтизне. Бог, кто же, кто же там стоит? Кто же эль за день до зимы? Это мы. А сентябрь словно ряжет. В красный отрекел наряжет. Вот цветом своим оранжевым нас засветил. Как по волшебству стало все золотое и алое. Будто мы пожаром. Города хватило. Это не пожар. Эй, так бабье началось. Лето, бабье, расцвело. Лето желтым цветом. В этой желтизне. Боже, кто же там стоит? Кто же эль за день до зимы? Это мы. Подойди ко мне, мой друг нежный. За день до поры моей снежный. Пусть ее мороз неизбежный ждет у двери. Обниму тебя бережно и шепну тебе вежлив. Осенью на весе лето натворено. Что же это у нас? Эй, так бабье началось. Лето, бабье, расцвело. Лето желтым цветом. В этой желтизне. Боже, кто же там стоит? Кто же эль за день до зимы? Это мы.